Сегодня предлагаю сделать вкусный, простой и интересный салатик 9 мая. Нам понадобятся отварные яйца, отварную картофель, отварная морковь, запеченная или отварная куриная грудка, шампиньоны, кукуруза, свежие огурчики, майонез, укроп и зеленый лук. И также соль и перец по вашему вкусу. Ну что, приступим? Берем куриную грудку и либо отварим ее под соленой водой, либо запекаем. Я предпочитаю запихать ее в духовке. Достали из духовки, нарезали мелким кубиком и отправляем ее в салатник. Картофель и морковь также можно запечь, но почему-то в этот раз я решила их отварить. Отварную морковь нарезаем также мелким кубиком. В этот салат, чем мельче будут нарезаны овощи, тем он будет вкуснее и тем более лучше и ровнее получится у нас форма будущего танка. Морковочку нарезала, сложили ее в салатник. Теперь картофель. Картофель берите специально для варки. Он содержит немного больше крахмала и поэтому салат благодаря ему станет более липким. Картошечку также нарезаем мелким кубиком и все это отправляем в наш салатничек. Следующий этап свежие огурчики. Я беру обычно три небольших огурца, два из которых я нарезаю мелким кубиком и отправляю в салат. А один огурчик у нас остается для украшения. Из него мы будем делать колеса будущему танку. Шампиньоны беру чаще всего консервированные, но сюда также отлично подойдут и обжаренные. Несмотря на то, что они у меня резаны, я все равно их еще измельчаю и добавляю в салатник. Туда же в салатник отправляю консервированную кукурузу. Не забудьте, часть кукурузы оставить для декорации. Яйца разбираем на белки и желтки. Желтки мы отправляем в общий салатник, просто-напросто натирая их на крупной терке, а белки у нас пойдут на декорирование нашего танка. Теперь в салатник мы добавляем перец, соль по вкусу и, конечно же, заливаем все это щедрой порцией майонеза. Хорошо перемешиваем и вот наш салатик уже готов. Между прочим, на данном этапе он уже безумно вкусный. Но, так как у нас праздник победы, мы с вами будем делать танк. Выкладываем часть салата на тарелку и придаем ему форму прямоугольника. Я разравниваю специальным кондитерским шпателем. В принципе, вы можете делать это обычным ножом. Для обсыпки нам понадобится яичный белок, натертый на мелкой терке, чем я сейчас и занимаюсь. И к нему мы добавим мелко нарезанный укроп. Кстати, зелень вы можете добавить туда любую. Нам главное придать белку немного зеленого цвета. Заправляем все это майонезом и хорошо перемешиваем. Наш прямоугольник немного принял форму. Теперь мы делаем сверху что-то наподобие башни, ту из которой будет торчать дуло. Дальше весь наш танк нужно покрыть массой из яичного белка с зеленью. Вот такая вот красота у нас уже получается. Теперь приступаем к декорированию. Как я уже сказала, из огурчика мы вырезаем колеса для нашей будущей гусеницы. Попку от огурца используем для того, чтобы поставить наверх нашей башни и еще пару кусочков ставим назад. Не знаю, что это будет, но смотрится так танк более презентабельно. Рельефность мы придаем с помощью кукурузы. Рисуем линии. Я рисую линию над колесами и немного добавляю вокруг стрелковой башни. В качестве дула мы используем обычный перьевой лук. Вы можете взять какую-нибудь, например, деревянную палочку. Но мне кажется, с луком выглядит более эффектно. И, конечно же, завершающий стрих – это звезды из моркови. Мне кажется, выглядит классно.